Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено толстолобу. Здесь я расскажу о ловле толстолоба на техноплантон и при помощи кастинговой сети. Также в этом видео расскажу о выращивании толстолоба у нас в пруду. Расскажу чем питается, как растет, чем он полезен для пруда. Расскажу и покажу как ловить толстолоба на техноплантон. Также в конце ролика будет подводная видеосъемка ловли рыбы на снасть убийца толстолоба для понимания того, как работает техноплантон под водой. В описании есть тайм-коды, по которым вы сможете легко перемещаться по разделам видео и выбирать интересующие вас отрезки ролика. Итак, начнем. Очень люблю ловить рыбу при помощи кастинговой сети. У меня кастинговая сеть американского типа, диаметром 5 метров, с капроновой нитью и обычными свинцовыми грузками. Но в нашем пруду ловить при помощи кастинговой сети не вариант, так как при забросе, прежде чем поймать большую рыбу, приходится десятки раз вынимать из сети мальков в небольшом количестве, как в этот раз на видео. В этот раз в одном забросе попалось 126 рыбдошек толстолоба, белого мура и карпа. Кстати, можете пересчитать, если я не прав, напишите в комментариях. Может быть у вас получилась совсем другая цифра. По весу было по ощущению примерно 35 кг. 5 кг мокрая кастинговая сеть и 30 кг мелочи. Не ожидал, что сеть будет такой тяжелой. Даже думал, что зацепился. Смог вытянуть сеть только с третьего раза. Даже если посчитать, что рыб было 126 штучек, умножаем примерно на 250 г и получаем 31,5 кг. Во время изъятия рыбы из сети мальки получают массовые повреждения. На сети остается много рыбной чешуи. Иногда тело рыбы даже передавливается. Остаются следы на теле, повреждаются плавники и жабры. Поэтому я предпочитаю ловить рыбу в нашем пруду на спиннинг или удочку. Кастинговую сеть использую редко. Лишь для контрольных забросов проверки темпов роста рыбы в нашем пруду. Кстати, забрасывать кастиновую сеть благодаря белому амуру одно удовольствие. Но похоже на подводную пустыню. Никакой растительности. Поэтому ничего не запутывается в кастиновую сеть. В верхнем правом углу оставлю подсказку на видео о белом амуре. Толстолобики или толстолобы. Крупная стайная рыба. Род пресноводных рыб семейства карповых. Английское название Silver Carp. Что в переводе с английского Серебряный карп. При помощи своего цедильного ротового аппарата толстолобик профильтровывает от детрита засвершую зеленую и мутную воду. Поэтому для того, чтобы у пруду была прозрачная и чистая вода, помимо фильтрационной системы водоем запускает толстолобика. Толстолобика в Китае часто называют водяной козой. За то, что как коза пасется на участках водоемов, заросших мягкой растительностью. Подобно белому амуру, эта рыба выполняет работу мелиоратора, с удовольствием поедая колонии, образованные одноклеточными сине-зелеными водорослями и фильтруя воду. Лбы толстолобиков намного шире, чем у других карповых. Отсюда и их название. Глаза находятся в нижней части головы, поэтому лоб выглядит еще больше. Длина тела толстолобиков доходит до полутора метров, а масса в среднем составляет 20-35 килограмм. Хотя встречаются экземпляры, чья масса превышает 50 килограмм. У некоторых видов есть на брюхе киль, который начинается у горла. Также для ряда видов характерны особые приспособления для фильтрации понтона, сросшиеся поперечными перемычками жаберной тычинки, называемые в народе ситом. Толстолобики становятся половозрелыми 5-7 лет, а нерестятся во время летнего паводка. Самка выметывает 490-540 тысяч пелагических икринок. Нерест осуществляется после достижения температуры воды 18-20 градусов Цельсия. Это примерно май-июнь. Икра у толстолобика плавающая, которую он выметывает на течении в местах с водоворотами. Икра пелагическая, в воде набухает и увеличится в размерах, и развивается. Личиночный период наступает на седьмые сутки. Молоть толстолобика кормится зооплантоном, а взрослые особи переходят на фитоплантон или смешанное питание. Белый толстолобик питается микроскопическими водорослями – фитоплантоном. Поэтому эта рыба является прекрасным миллиоратором в водоемах. У пеострого толстолобика более разнообразное питание, в котором помимо фитоплантона и детрита присутствует зооплантон. Родина толстолобиков – реки Восточной и Юго-Восточной Азии. Толстолобик выбирает для жизни участки с илистым дном и мягкой растительностью. Глубина в таких местах обычно не превышает 3-3,5 метров. На рассвете и на закате толстолобик подходит к берегу, а днем уходит подальше от него. В местах открытой воды толстолобики держатся на песчаных отмелях и на участках со слабым течением. Толстолобики являются объектами промысла и прудового разведения. Ловить толстолобика можно с начала мая до середины сентября. В водоемах, где изобилует фитоплантон, ловить толстолобика можно только в те периоды, когда температура воды выше 19-20 градусов. В период максимальной активности толстолобика при температуре воды 22-26 градусов, рыба безразлична к традиционным животным и растительным насадкам. Ловит толстолобика специальной снастью, а в качестве приманки используются растворяющиеся в воде брикеты техноплантона, которые привлекают толстолобика облаком мути и съедобных частиц. Самыми благоприятными условиями для ловли толстолобика является абсолютный штиль и высокая температура воды. Если вода теплая и прозрачная, клев гарантирован. Если же вода мутная или цветет, значит кромовая база в избытке и соблазнить его наживкой будет непросто. Голодный толстолобик берет приманку и жадно заглатывает ее. Получается, что рыба сама подсекается. Но если жало крючка недостаточно острое, толстолобик ощутив укол, выплевывает крючок с насадкой и вся стая покидает опасное место. При достижении крупных размеров, более 10 килограмм, толстолобик не имеет возможности обеспечить себе питание растительной пищей и может переходить на хищное пропитание, поедая молоть и мелких рыб. В США белые пестрые толстолобики считаются несъедобными в ряде районов, где они сильно размножились. С ними ведется борьба, как с опасными для местной флоры фауны видами. В США также практикуется охота с моторных лодок на выпрыгивающих от их шума толстолобиков с помощью арбалета. Ротовой аппарат толстолобика устроен особым образом. Он приспособлен для отфильтровывания из воды одноклеточных микроводорослей, которые делают воду мутно-зеленой. Вот для борьбы с цветением воды и селят водоемы этих рыб, чтобы они помогали работе фильтрационной системы и поддерживали чистоту и прозрачность воды. Рыба толстолоб, так еще называют этого уникального мелиоратора, питается в основном раковразными и одноклеточными водорослями, в частности сине-зелеными, вызывающие цветение водоему в летний период. У нас в пруду содержание сине-зеленых водорослей очень низкое, близкое к нулю. Как добиться такого результата, будет ссылочка в описании и подсказка в верхнем правом углу на подробное видео. Если коротко, то у нас в пруду мы специально запускаем плантонный штамм хлорелы для размножения и кормления им толстолоба и других видов рыб. Так как пруд у нас после чистки и расширения молодой, и в нем еще не сформировался в достаточном количестве пита и зооплантон. Кто не знает, что такое хлорелла, это древнейшая одноклеточная водоросль, которая помогает пуду очищаться от сине-зеленых водорослей. Нормализует химические показатели воды и уровень pH, выделяет кислород, является прекрасной питательной базой для толстолоба, а также других видов рыб. На моем канале множество видео на тему хлореллы, оставлю ссылочку в описании и подсказку в верхнем правом углу на одно такое видео. По вкусовым качествам мясо толстолобиков жирное, нежное и вкусное, может быть ценным объектом диетического питания. Толстолобика можно употреблять свежим и замороженным, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при диетическом питании, при щадящей диете. Толстолобик – единственная песноводная рыба, которая содержит такой же жир, как и у морских рыб, который уменьшает количество холестерина в крови. Мясо толстолобика содержит от 4,5 до 23,5% жира. Среднее же содержание составляет от 8,3% до 13,1%. Жирность толстолобика увеличится с увеличением размеров самой рыбы. Единственный минус толстолоба – это ее большая костлявость и большой вес головы, как отходного материала в общей массе тела. Несмотря на свою жирность, рыба хороша в тушеном, соленом, жареном виде, запеченном в духовке, а также приготовленном методом горячего и холодного копчения. Также из толстолобика готовят вкуснейшую селедочку. Все толстолобы – рыбы стайные, предпочитая теплую воду. Как только вода в водоеме прогревается до 25 градусов, в них появляется прекрасный аппетит. С наступлением осенних холодов толстолобики практически не питаются. Рыба толстолоб, обитающая в реках, выбирает места, где отсутствует сильное течение, предпочитая заводи с хорошей прогретой водой. Прудовые и озерные толстолобики постоянно перемещаются по водоему в поисках наиболее прогретых слоев воды. То скапливаются на мели, то греются непосредственно под лучами солнца. Потом могут переместиться в заводь, где концентрируются в средних прогретых слоях воды, согнанных туда ветром. Толстолобы – это объект прудового разведения и любительского рыболовства. Ловля толстолоба наиболее успешна при абсолютном штиле и высокой температуре воды. Дополнительным условием гарантированного клева является прозрачность воды. Это значит, что фитоплантона мало и рыбы голодны. Наоборот, в мутной цветущей воде, содержащей в избытке микроводоросли, ловля толстолоба не состоится. Наживка их не привлекает. Учитывая, что толстолобы предпочитают участки без течения, его нужно ловить в прогретых заводях. Приманкой для ловли этих растительноядных рыб, так же, как и белого амура, служат различные части растений. Мякоть, рогоза, зеленый горошек и кукуруза. Итак, сегодня будем ловить толстолобу на технопонтон. Вот такая вот обычная снасть на толстолоба. Называется убийца толстолоба. Вот обычная велосипедная спица. Откручиваем. И вот такой вот технопонтон. Это у нас блоха. Ну, это самый лучший вариант. Так же еще я использую камыш, либо топленое молоко. Ну, лучше всего показал эта блоха. Кстати, брать лучше, чем побольше вот эти вот барабаны. Потому что, чем поменьше, они быстро растворяются и хватает на очень мало времени. Вот так вот они закручиваются. Можно цеплять снасть на удочку, на закидушку, на спиннинг, на все что угодно. Ну, и самое главное, здесь вот скользящий груз. Ну, груз оливка. Вот так вот оно все выглядит. То есть, вот этот вот технопонтон распыляется. И толстолоб подплывает и начинает хватать воздух, фильтровать его. И цепляет крючок. Все очень просто. Вот так вот. Вот второй спиннинг. Точная кожа. Только здесь потерялся конец спицы. Я его модернизировал при помощи оливки. Грузочек. Накрутил ее. И когда полностью распыляется этот барабанщик технопонтона, то поплавок стоит точно так же. Не уложит поплавок на бок. Также, кому интересно, то есть, можно ловить эту снасть амура. Просто сюда вот цепляем. Либо камыш ростки. Ну, либо я обычно одуванчик. Листья одуванчика цепляю. z Vulנка. Берuish�ень. ау. Корито, thứ 4,2,3,3,3,4,3,5,4 и 8,2,3,6,4. И,ее! Защищая. Разхи. Мleri приходит вот этой. Кстати, забыл упомянуть, что на крючок ничего насаживать не нужно. Для толстолобика не важно, что из наживки на крючке. Ему важно облако мути, которое создает техноплантон. И именно это облако из питательных частиц от фильтровый толстолоб вблизи приманки, попутно заглатывая крючок. И здесь очень важно, чтобы он был максимально острым. Максимум, что можно нацепить на крючок, это шарик из пенопласта, но большой роли в ловле толстолоба он не играет. В конце видео подводная съемка ловли толстолоба на техноплантон, и вы сможете убедиться в том, что будет, если на крючок нацепить, к примеру, червя или опарыша. В мальковом возрасте все виды толстолобиков едят зооплантон. Взрослее каждый вид выбирает свою индивидуальную кормовую базу. Белый толстолобик цедит исключительно фитоплантон , поэтому является лучшим эллиоратором среди толстолобов. Пестрый толстолобик питается более разнообразно. Кроме фитоплантона он поедает детрит и зооплантон. У гибридов толстолоба в общем объеме пищевого корма до 95% составляют водоросли. Такая избирательность питания связана со строением жаберных тычинок. Жаберные тычинки у белого толстолобика образуют прекрасный аппарат для отцеживания микроскопических одноклеточных водорослей. Толстолобик осуществляет это при помощи специальных поперечных перемычек. Они срослись друг с другом и образуют своеобразное сито. Жаберные тычинки пестрого толстолобика не образуют такое мощное сито, поэтому доля микроводорослей в его рационе меньше. Белые толстолобы – лучшие мелиораторы. Их называют толпыга, просто толстолоб или белый толстолобик. Живет он в реках, протекающих по всей территории Восточной Азии, включая Амур и до рек Южного Китая. Расселен и акклиматизирован в реках, падающих в Аральское море, водохранилищах Европы, Таиланде и в США. У белого толстолоба высокое удлиненное туловище светлого окраса. Чешуя мелкая и серебристая. В Амуре белый толстолоб начинает размножаться в возрасте 5-6 лет. Плодовитость – около полумиллиона пелагических икринок, которые развиваются в толще воды. Икрометание происходит летом, когда в реках бывает подъем воды. Весной, когда количество микроводорослей в водоеме еще недостаточно, белый толстолобик питается детритом, то есть органическим осадком со дна водоема. Когда вода прогревается и начинается светение воды, водяная коза полностью переходит на одноклеточные водоросли. Что за рыба толстолобик? Белый толстолобик отличается от пестрого целым рядом признаков, но самый надежный – это имеющийся на брюхе острый киль. У белого толстолобика этот киль идет от горла до анального отверстия, а у пестрого толстолобика он начинается только от брюшных плавников. Кроме того, у пестрого толстолобика грудные плавники длиннее и заходят за основание брюшных плавников, а у белого – нет. Опытные рыбоводы по этим признакам сразу определяют и гибридов, причем могут сказать, кому этот гибрид ближе – к белому толстолобику или к пестрому. Если создать какой-нибудь шум или стучать по воде веслами, рыбы начинают выпрыгивать из воды. Ихтеологи в экспедициях на Амуре часто наблюдают этих рыб, которые в огромном количестве попадали в моторную лодку. Для людей, находящихся в лодке, это было опасно, ведь рыбы достаточно крупные и при прыжке имели большую скорость. Поэтому при попадании к человеку ушибы могли быть травмоопасными. По словам местных жителей, бывали случаи, когда один неосторожный удар веслом по воде становился причиной выпрыгивания такого количества рыбы, что она полностью затопляла собой и переворачивала небольшую лодочку, выдолбленную из дерева. Высота прыжков толстолобиков может достигать двух с половиной и даже трех с половиной метров, поэтому в США популярен способ охоты на них при помощи арбалета. Высоко выпрыгивающие от шума моторной лодки рыбы становятся прекрасной мишенью. Пёстрого толстолобика называют большеголов, также его называют южным толстолобиком. Вырастает весом до 40 и более килограмм, длина туловища может быть иногда почти полтора метра. Пёстрый толстолобик, в отличие от белого, растет быстрее. Возможно, это связано с большим разнообразием его рациона, в котором присутствует много зооплентона, дополнительно к растительной пище. В связи с таким смешанным питанием имеются особенности в строении пищеварительной системы и жаберного аппарата пёстрого толстолобика по сравнению с белым. Его кишечник короче, жаберные тычинки не имеют соединяющих перемычек, не образуют мощного фильтра для отцеживания фитоплентона. Большеголов или пёстрый толстолобик распространен в дальневосточных реках, которые упадают в Тихий океан. Это его природный ареал обитания. Однако в 60-х годах прошлого столетия пёстрого толстолобика совместно с молодью белого толстолобика и белым амуром завезли в Узбекистан, прудовое хозяйство, откуда они по воле случая попали в Сырдарью, где прекрасно прижились и размножаются. Пёстрый толстолобик акклиматизирован во многих европейских странах и размножается в крупных реках бассейнов Азовского, Аральского, Черного и Каспийского морей. Толстолобик гибридный получен в результате скрещивания пёстрого и белого толстолобика. Целью гибридизации является получение гибрида, сочетающего в себе лучшее качество родительских видов и пригодного для выращивания в водоёмах средней полосы Европы. Сравнительные исследования особенностей биологии и хозяйственной ценности прямых и рецепрогных гибридов показали, что для южных регионов более подходит толстолобик гибридный, а скрещивание самок белого толстолобика с самцами пёстрого толстолобика. Для центральных регионов подходит рецепрогный гибрид. Межродовой гибрид и родительские виды различаются по ряду признаков – строению брюшного киля, длине грудных плавников, строению жаберного фильтрационного аппарата и т.д. Толстолобик гибридный показывает большой прирост по весу и размерам, что обеспечивает более высокий выход продукции при его выращивании. В средней полосе Европы в прудах сигалетки белого толстолобика вырастают до 70 грамм. Двухлетка толстолобика весит 400 грамм и трехлетки достигают до 800 грамм. Выращивание белого толстолобика, как добавочной рыбы в карповых прудах, позволяет значительно увеличить продуктивность прудов. Для удачной зимовки толстолобику необходима глубина от 2,5 метров и принудительная рация воды. То есть компрессор, теплая лунка или перелив воды. При падении температуры воды ниже 8 градусов жизненные процессы сильно замедляются, рыба перестает питаться и упадает в состояние полуанабиоза. При температуре в 5 градусов карпы, толстолобики и амуры вполне могут перезимовать без проблем. Частота дыхания и сердцебиение снижаются в несколько раз. Рыба практически не двигается, экономя энергию. В таком состоянии ей тесно конечно не будет. Глубина непромезающего слоя воды должна быть не менее полутора метров и рыба будет собираться в самых нижних участках водоема, там температура будет немного выше. Так что в ложе пруда следует предусмотреть пониженный участок, так называемую зимовальную яму. Проблемы начнутся если температура воды снизится до 2-3 градусов. Ну например при недостаточной глубине пруда. Это опасно для плодовых рыб, особенно для молоди. Могут быть холодовые ожоги на теле и жабрах, начнется простуда у карпа, да есть такое заболевание и рыба до весны может не дожить. Но с приходом зимы не стоит отчаиваться. Для рыбалки просто нужно правильно подобрать приманки, наживки и опустить их глубоко на дно. Потому что рыба большую часть зимы проводит именно там. Самым подходящим временем для ловли толстолобика зимой считается появление первого льда, а также когда он сходит. Несмотря на то, что в зимний период рыба стоит в зимовальных ямах, то есть ведет пассивный образ жизни, иногда все же выходит кормиться. На заметку, именно в этот период оттепелей из-за нехватки пищи толстолобика можно легко поймать наживкой для другой рыбы. А на этом все, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, для того чтобы не пропустить следующие видео. Также если есть вопросы пишем комментарии, стараюсь по возможности на них отвечать. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok